Освобождение От опасного, формировавшегося возможного с раннего детства, внутреннего состояния, зависимости, трудно искоренима из-за регулярной смены объектов, допингов, выставлявшихся как абсолютные источники решения, а затем создания проблем. Однако излечимы. Первое было обращение к Богу за поддержкой и помощью найти выход. Второе было замечание состояния зависимости, повторявшейся острой нужды. Третье было замечание алгоритма. Когда, как и что повторялось. Время суток, вызывавшее пусковое кодовое слово. Действие, мысль, что-либо. Последовательность мыслей, действий, слов, эмоциональной реакции, момент беспокойства, ненависти, страха, момент облегчения, момент самоубеждения. Четвертый был сбой алгоритма. Отмена привычной мысли, действия. Умение переждать приступ острого желания, исполнения привычного действия, расслабиться. Взамен самостоятельно делание себе по-другому приятным звуком, видом, запахом, вкусом, осязанием, теплом, свежестью. Танцем, пением, действием, полезным, добрым, себе, кому-нибудь, с ощущением достоинства, силы. Чем шире спектр выбора приятного, тем меньше вероятности переориентации зависимости на новый объект. Пятым был общение. Завершение общения на доброй ноте. Анализ общения и своих внутренних состояний, мыслей. Вместе с близкими, вспоминание своих жизнерадостных состояний в детстве, юности, успехах. Шестым был ориентирование на стабильное спокойствие. Седьмой был разворот на сто восемьдесят градусов в направлении мышления. Смена самовничижения на благое самоутверждение, достоинства любых нужных себе благ. Смелая и уверенная замена негативных сценариев позитивными. Восьмым был смелый внутренний отказ от того, чего была упорная боязнь потерять. И поиск продумывания возможностей с соблюдением законов нравственности, отменяющей, исключающей зависимости. Как обойтись без функции объекта, субъекта, зависимости? Девятый был понимание, что объект, субъект сам по себе, в зависимости была сама по себе. Предоставление возможности исчезнуть зависимостью, прекращение траты мысленных сил на объект, субъект. Десято было понимание, что объект, субъект был не только мучителем-спасителем, но и пострадавшей от зависимости стороной. Отвергание любых своих претензий на обиду, как продолжателей зависимости. Одиннадцатым был верить в силу и помощь Бога. Двенадцатым был верить в свое сильное, позитивное, любящее, жизнеутверждающее, способное со всем справиться началом, свою успешность. Двенадцатым был верить в силу любви. Двенадцатым был верить в силу природы. Двенадцатым был верить в силу природы. 17. Прекращение раздумий при замечании навязчивости, угнетения, негатива или фантазийности, как убегание от негативной оценки мыслей, превращение мыслей в чистый свет. 18. Думать о приятном, о высоком, о красивом, о чистом, о любимом, о природе, о духовном. 19. Накапливать позитивные впечатления от реальности, находить больше естественных радостей в жизни. 20. Сделать упор на спережение любви, здоровья и самоуважения. 21. Останавливание себя при наступлении насыщения, даже когда оно наступало гораздо раньше, чем исполнялись все запланированные желания. 22. Развлечение действительного удовлетворения и обманного, фантазийного, от обещания самоуважения, вводившее в сторону замещения. 23. Двадцать третьим было без убежденности, свобода реальная. 24. Двадцать четвертым было без убежденности, свобода реальная. 26. Любви и согласия, счастья, целостности совершают удачwo. 23. Совершались подвиги. 24. Посвящать в даже без убежденности, в без убежденности, в без ущ circuits. 25. Звести вход kara. Само ощущение, в пространстве любви ли находишься. 27-м было понимать силу своей ответственности за свои состояния и свою судьбу. 28-м было не делать, не думать, не говорить, ничего даже привычного из ощущения неуважения, не любви, неуверенности, немощи, неспокойства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok